Здравствуйте, с вами Даньяр Даутов. В ближайшие пять минут в эфире актуальные новости из мира экономики и финансов. Больше полумиллиона казахстанцев выплачивают ипотечные займы. С начала этого года жители страны оформили 21 тысячу кредитов на жилье. Общий ипотечный портфель казахстанцев превысил 5 триллионов тенге. Из них 187 миллиардов казахстанцы получили от банка в первом полугодии 2023-го. Отмечу, что 46% ипотечного портфеля приходится на Астану и Алматы. Средняя задолженность жителей мегаполисов равна 13 миллионам тенге. На сегодня совокупно около 10 ипотек. 10 ипотек сегодня на рынке. Но драйвером была 7,20-25, она ушла. И фактически нас осталось две. И обе предлагают отбасы банка. Это 50 на 50 и 30 на 70. Что с ценами на квартиры? Аналитики крыши подготовили обзор по вторичному сектору. За месяц квадратный метр в среднем по стране стоил 370 тысяч тенге. С начала года жилье на вторичном рынке стало дешевле на 0,7%. Максимальный спад цен зафиксирован в Кукчетау. Минус 5%. Наоборот, сильнее всего квартиры подорожали в Актау. Плюс 8%. И к другим темам. Если вас просят расплатиться за товар или услугу переводом, то, знаете, этот предприниматель нарушает закон. Он получает доход на личный счет в банке и не использует контрольно-кассовый аппарат или посттерминал, как это должно быть. В Комитете государственных доходов призывают казахстанцев сообщать о таких случаях. После первого обращения предприниматель получит предупреждение. Если жалоба поступит снова, то последует штраф от 15 до 50 МРП. Важно знать, что это не затрагивает добросовестных налогоплательщиков. Физические лица могут, как и прежде, переводить друг другу деньги в личных целях. Как правильно оформить потребительский кредит и не попасть в долговую яму, рассказали эксперты Финграмоты. Банк или микрофинансовая организация редко объясняют своим клиентам, почему решили не выдавать им кредит. Один из основных критериев, влияющих на это, это коэффициент долговой нагрузки. Он отражает соотношение между вашими доходами и уже присутствующими обязательствами. Если платежи по кредитам будут превышать 50% ежемесячного дохода заемщика, то в новом займе откажут. Это делается для того, чтобы оценить платежеспособность клиента и риски банка или МФО. Банки и микрофинансовые организации обязаны проводить оценку платежеспособности клиентов до выдачи кредита. Их решение основано на достоверных данных о доходах из базы данных ЕНПФ и среднемесячных суммах пополнения дебетовой карты за последние 6 месяцев, предшествующих дать обращения за займами. В этом году в среднем курс будет держаться на уровне 445 тенге за доллар. Так считают аналитики Центра исследований прикладной экономики. Национальную валюту продолжат поддерживать трансферты в республиканский бюджет. Крепким тенге будет также из-за ослабления самого доллара. Во втором полугодии на фоне дешевеющей нефти, считают эксперты, свое падение продолжит и рубль. В среднем он будет стоить около 6 тенге. Это стандартные моменты, начиная с геополитических, заканчивая с цен на основные наши экспортные товары. Но есть, конечно же, и внутренний фактор, что у нас сейчас происходит с инфляцией, с темпами роста цен. И да, высокая базовая ставка, она в том числе дает поддержку курсу тенге, поэтому у нас курс тенге еще укрепляется, потому что тенге привлекательнее. Крепкий тенге сдерживает инфляцию. По подсчетам Центра исследований прикладной экономики, в этом году она в среднем составит 11,2%. В июне потребительская инфляция в Казахстане снизилась до 14,6%. Причиной стала высокая база прошлого года, считают эксперты. В августе месячная инфляция составит 0,61%, а в годовом выражении сложится на уровне 13,29%. На этом у меня пока все. Завершаю обзор курсом валют. Далее итоги торгов на казахстанской фондовой бирже. До встречи в следующем выпуске. Не переключайтесь. До встречи в следующем выпуске. 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 Продолжение следует...